друзья привет саша иванов канал живу на земле свернул с больших дорог уже на такую лесную проселочную практически почти направление настроение сильно улучшилось еду посмотреть одно из озер в тверской области говорят там есть неплохой лед и у меня вообще задумка оценить его не подойдет ли она случайно для ночной рыбалки я был на этом озере один раз два года назад днем там постоянно клевала такая мелкая плотва и проскакивали рыбки с ладошку похожие на подлещика ну они то с такой синеватой окраской у них чуть-чуть другая чешуя я так понял что это синец и потом дома я когда их жарил я понял что вообще другие абсолютно по вкусу какая другая рыба сейчас я взял с собой жерлица взял с собой живцов мотыля прикормку половить ту же самую платвичку может быть этого подлещика если лед позволит взял даже с собой палатку предвкушение зимних пейзажей не подвело вот они появились нормальная дорога закончилась ехать еще восемь километров ну все знают что чем хуже он опять более-менее пошла тем хуже дорога к месту ловли тем больше там рыбы это такой некоторый не писанный закон они все получше 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 уже можно разогнаться смотрите прям замерзшая хорошая зимняя дорога лед и снег что друзья вот такое озеро водоем привет мы к тебе на рыбалку рыбалка будет происходить крайне аккуратно и осторожно середину водоема я наверное не пойду тем более раз рыбаки сидят недалеко от берега я тоже где-то сейчас тут пристроюсь сейчас главное не рисковать дождемся мы настоящей зимы она по-любому будет даже если не в этом году то следующем лед ребята так себя нельзя сказать что он прям какой-то уж ошибка толстый ближе к десяти сантиметрам конечно на половину белого половина прозрачного такой лед не очень люблю поэтому я вообще далеко не пойду я сейчас тут где-то расставлюсь ну хотя бы такая рыбалка уже свежий чистый воздух тишина спокойствие природа пробурил лунки под жерлица все вдоль берега одну маленечко в стороне сделал и я в принципе вижу докуда есть старые лунки где рыбаки ходили совсем недавно там тоже попробую половить плотву или подвесчика палатку я взял флота с 3 универсалту с которую езжу круглый год собой термосумка с едой с водой старый чемодан мой потому что много удочек опять собой взял не знаю как кого буду ловить и удочки и на окуня положил и всякие без мотылки все подряд пока что вообще начал про вещи рассказывать наверняка будут вопрос что это вот здесь здесь сделал как у салапина приспособление которое позволяет засунуть экшн камеру в лунку и поснимать ввожу уже несколько рыбалок с собой его но вода чаще всего просто черная и практически ничего не видно на этом озере вода если будет прозрачный то вообще поснимаем под водой вода торфяная надо какой-то хороший водоем с прозрачной чистой водой либо чтобы светило солнце если вот будет солнце светить может быть и здесь что-то будет видно глубину обычные окуневый удочкой мерю опускаю до 1 потом сравнивать со своим ростом вот сейчас нашел где два с половиной и три с половиной между ними смотрю может тут вообще повезет и какая-нибудь ямка есть на блесна на дне 2 где-то в районе трех метров наверное здесь будет нормальное место дальше идти все равно это опасно поэтому ловить будем здесь сдвоенные лунки бурить не буду потому что я думаю то что сейчас можно здесь днем поймать 130 в этого отверстия пройдет нормально сейчас почищу здесь все от шуги и палатку на это место поставим первый выезд о еще как летом езжу с собой пилопан первый выезд в этом году палаткой на зимнюю рыбалку середина января такая погода так вот погода приветствует нас солнцем и практически чистым небом тучи уходит на задний план все осветило зимние готовы прикормка но если кормить шараби и надо увлажнять у меня есть с собой кормушка мне не хочется и там сильно шурудить поэтому сейчас я еду увлажню добавлю чуть-чуть формового мотыля я взял такая баночка здесь 30 грамм сюда помещается и шариками закормлю на трех метрах без течения если рассчитывать на плохой это будет самый то метод маленечко мотыля красненько возмешать шарики лучше лепить не очень большие потому что они уходят в сторону от лунки когда опускаешь чем больше будет шар тем дальше он может от лунки улететь так вот этот столб прикормки все равно осядет здесь внизу под лункой и сам шар упадет где-то неподалеку сейчас первым делом поставлю донку тоже как на жерлицах скользящий грузик поплавок подпасок на мотылька а в соседней лунке будем ловить на мормышку пылью 14 крючок овнер небольшой повыше здесь могу отрегулировать длину поводка и свободный ход груза рыболовный сезон 2020 палаткой считается открытым осталось открыть его какой-либо рыбешкой и все будет просто идеально подожду может быть сразу будут поклевки а так на мормышку еще то есть буду ловить жерлицами также у меня никаких проблем не открывается здесь окошко ближние я и так вижу и есть у меня вот такая приспособа главное не смотреть только на солнце были на эти тоже вижу ссылку на нее оставляю я как-то уже говорил 130 на 25 это но ерунда в 30 раз конечно не увеличивает но в несколько раз увеличивает и дает очень четкую хорошую картинку прям нормально можно рассмотреть что жерлицами происходит ну и про других рыболовов не устаю вам говорить что если вы увидели что они ловит рыбу не надо к ним ходить место запомните а так ловить свою рыбу всем хватит кому что дано она обязательно придет бутербродики чай яичко вареное то что будет угощайтесь я съем бутербродик всем приятного аппетита время полдника рыбу закормил она сейчас должна подойти если она подойдет то минут через 15-20 скорее всего а так пока кушаем и сейчас надо будет на мормышку ловить потому что на донку не всегда не везде клюет дно может быть и лист это может вообще все проваливается надо это все еще проверять пробовать всего приятного прошло на улице погода около нулевая даже будет плюс один но в палатке держу открытым потому что солнце припекает создается эффект теплицы мне плюсовую погоду здесь не хочется пускай лед как есть такой и будет не надо ему подтаивать то же самое на ночную рыбалку с обогревателем сюда похоже еще рановато потому что вот этот лед но это я сейчас конечно половлю на второй раз мне сюда уже особо и не хода я понимаю что он надежный да но лучше перестраховаться удочку достал пока это без мотылка маленькой мормышкой я подсажу мотыля потому что без мотылка если ловить лучше ходить по лункам и во время холостой поклевки рыба потом больше на эту мормышку уже не реагирует а если там мотыль даже если рыба сошла все равно она чувствует вкус этого мотыля она не подает сигнал что это абсолютно бесполезная какая-то несъедобная вещь и поэтому я сейчас начало мотылика подсажу я верю в без мотыльные мормышки я на них ловлю у меня все в порядке но в палатке сейчас я рисковать не буду . чтобы не убивать потому что рыба возможно здесь уже есть попробовал сейчас разные проводки поклевок не было я чуть-чуть брошу прикормки прямо в лунку чтобы она падала создавался такой столб мути если где-то рядом рыбы есть это должно ее привлечь поклевка ребята первая поклевка я насадил мотыльков побольше два мотыля не кольцом а просто чтобы они болтались и вот только что прикормка у меня падал вниз и первая поклевка какие яростные удары может быть вообще на месте просто подержать я там пока удочки разные пробовал поклевка на донку и вот это похоже на этого на семца или это подлещик такой непонятно но уж настолько маленький первая рыба не дает вот этот тенец он поживет у меня пока в коне может быть пойдет на живца если что я его отпущу такой же как карасик примерно на донке произошла поклевка когда я сделал по длине поводок сантиметров 25 он у меня получился то эта конструкция она хороша тем что можно менять длину поводка возможно реально там ил и с коротким поводком проваливается просто оснастка с длинным вот перебросил и буквально несколько минут и было поклевка а с без мотылки мы пожалуй сейчас прогуляемся на ту лунку которую я рядом палатка еще закармливал там глубина чуть-чуть поменьше посмотрим есть там рыбы или нет ребята из мотылочка ведьма метуза приносит такую рыбку как готовить мелкую рыбу я знаю поэтому я ее заберу это вот тот самый вот этот тенец похож на подлещика но не подлещик рыба готовится довольно просто надо на спине делать у нее надрезы и тогда кости все прожарится вот такая мормышка с подвижными тремя крючками кто ведьма называет до медуза неоднократно уже выручала меня на белую рыбу когда еду она у меня всегда собой а рыбка вот этот тенец похожим чем-то на подлещика ну посмотрите у него узкое прогонистое тело и синевой маленечко отдает сама чешуя пойду в палатке попробую еще тоже на эту же мормышку палатки поклевок не был вернулся на улицу на лунку где поймал на безмотылку типа подлещика этого синца маленькой с другой безмотылкой и взял еще мотыля на мотыля тоже попробую здесь один мотыля сейчас были уже поклевки на это лунки и ближе к берегу есть ощущение что тут тут похоже рыба придержки такие возможно мелкая конечно посмотрим что там за рыбки отмечка микро платвичка может конечно на жерлица стоило ее посадить но жерлицы молчат я думаю что если щука проявит активность то она и на карасик клюнет здесь платвичка поклевывает мелкая по ребята что-то там есть я уж хотел уходить опять это такой нет казалось надо просто игру подобрать нарезку игру не хочет брать надо более плавно прикольно конечно рассчитывал что у меня в палатке так будет клевать но у сейчас и на улице неплохо пока что я шарабаном перемещаюсь на то место где клюет маку клюют маленькие тенцы и равно рыба есть рыба надо его ловить до этого когда здесь был финцы гораздо крупнее клевали но мы были почти на середине озера это еще два раза столько же надо пройти как у меня палатка стоит там глубже там глубина была метров 5-6 и лед наверняка тоньше по то стараться там плотничка плотничка такую мелкую тоже можно слопать но меня интересует именно вот эти с голубоватой чешуей рыбки ну поклевают там ну мелкий очень плотичка плотва но плотвичек несколько штучек я выпустила так беру этих это похоже не подлещик это на весенец а вас все там как нифига даже платоник ли такая редко клюнет я книжки так все таки вот эта глубина 23 метра категорически на ней шуметь нельзя там что-то потоптался поразговаривал меня перестала клевать вернулся в палатку оказывается там эта рыба довольно бойко клюет на каждой проводке просто надо в тишине посидеть пойдем сейчас спокойно разговаривать не буду просто покажу как она там гербанит насадку а а СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Сматывал уже удочку На ходу взял Стоит, стоит там внизу Рыба на прикормку пришла, встала Все оказывается отлично Просто нельзя разговаривать в палатке Разговариваешь, рыбы никакой нет И также местные двое проходили Я с ней у них спрашивал Они без рыбы, говорят, плотвичка редко Редко поклевывает мелкая, но они толком не кормили Здесь я кормил магазинной прикормкой Такой ароматной И мотыля кормового немного добавлял Самое интересное Когда вернулся с улицы И здесь уже молча начал ловить Была поклевка на донку Там прям дынь Я даже Потом минут 15 сидел в себя Приходил Что-то очень хорошее, увесистое Сидишь, если маленько ящиком что-то там Шевельнулся, то Отходит вот этот синец Подходит плотвичка Если ты здесь что-нибудь там Кашлянул или не дай бог там То вообще никакой рыбы нет Подходят ерши Сидишь, сидишь, минут 10-15 проходит Опять плотвичка Потом вот эти синцы Их тут кажется ледкой называют Рыбалка была по принципу Маленьких отпускаю, больших в майонезную банку складываю Мелочи очень много отпустил Этих набрал, вот я их почищу Надрезы сделаю Прожарится все Костей вообще в них не будет чувствоваться Только позвоночник И как раз здесь на сковородочку Сенцов этих На жерлице вообще никаких потычек Никаких поклевок Сейчас середина января Если не знать каких-то ям Каких-то бровок Где уже на глубине Более-менее можно их расставить Не вдоль берега То смысла с собой брать их уже нет Вот так вот на удачу Вдоль берега уже Скорее всего щука от берега отошла Рыбе-то не особо важно Толстый лед, не толстый лед Она живет по своим правилам По своим законам С ночевкой Также сюда приезжать Я думаю еще пока смысла нет Лед не очень толстый Он вроде бы более-менее безопасный Такой, но Мне больше нравится Когда лед уже там сантиметров 20-30 Когда вообще четко по нему ходишь Вон там вдалеке С той стороны похоже подъезжали Стоит палатка Человек наверное на ночь останется Фиг его знает Я говорю о топителям Просто если протопить 3 сантиметра льда Останется вообще там 4-5 сантиметров Это пока еще рановато А так Потихонечку собираюсь Честно говоря Вот эта рыбалка Она больше конечно Азарта принесла Еще больше захотелось на зимнюю рыбалку На хорошую На леща На нормальной глубине Где там метров хотя бы 5-6 Где ловишь Где можно тихонечко разговаривать Где он не такой пугливый Как здешняя рыба Все равно я очень благодарен этому водоему Благодарен тому что есть лед Вот такая погода Сегодня светило солнце Красивые облака Также благодарен вам Что смотрите Спасибо всем кто был со мной С вами был Саша Иванов Канал Живу на земле До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok